Сегодня 6 ноября, идет снег и мы идем откапывать нашу машину. И нам вот и по месяцу. Да, Таюша поздравляем. Да, Таю тоже сказала, да. Наша машина стоит несколько дней в снегу. Я ее помыла в пятницу, а, неделю стоит, ее занесло. Сейчас будем мы ее откапывать. Да, только мы можем снег чистить машину. Ну, еще больше, потом навалит. Общими усилиями почистили мы машину практически. Мы на ней сегодня никуда не поедем, поэтому нет смысла ее чистить до чисто. Но уже не такой сугроб. И мама лопатой покопала вон. Да. Да, моя Таюша. Вот все покопали. И Таечка покопала. Да. Скажи, ничего себе, год и два. Год и два. Едем, провожаем бабу. Бабу, сейчас я снягу. Ну. Сейчас уже скоро до остановки дойдем. Вот, чистишь, да, молодец. Чистишь, чистишь, умница. Так, на площадку мы пришли, да, играть? Снег идет. В общем, пару дней назад я подавала несколько заявок на вакансии на HeadHunter. И мне одни откликнули Sky Inge. Это какая-то школа онлайн, якобы, преподавание английского языка. Пригласили меня оформить заявку на собеседование. Я это все сделала позавчера еще. Якобы завтра в 12 по Москве должно быть собеседование. Но мне ни ответа, ни привета, ни звонка, ни электронного письма какого-либо. Вот, поэтому мы решили, что мы, наверное, вообще потом не пойдем, если вдруг не напишут. А так я пытаюсь найти работу какую-то дополнительно. Пока Таюшка не подрастет, в детский садик мы не пойдем. Считаю, в год и шесть перестанут платить пособие, на которое мы сейчас живем. А потом 50 рублей в месяц, это как бы совсем не деньги. У мамы тоже денег нет, она нам не может дать. Те деньги, которые я скопила, перед тем, как уйти в декрет, они у нас быстро улетят. Там не такая уж и большая сумма, если разделить хотя бы даже по минимуму. Месяцев 10, может быть, 8 и продержимся, если мы не будем покупать одежду, не будем ходить по докторам или врачам, никакие лекарства. В общем, если мы ничего не будем покупать, то 10 месяцев мы продержимся. А если нам придется тратить деньги на лечение, как мы сейчас это делали в прошлом месяце, я потратила 30 тысяч на исследования, на анализы и на походы по докторам с Таюшкой, мы, конечно, ей полгода не проживем. На год я ребенку покупала Аквадудл коврик для рисования. В принципе, Таюшке нравится, она у меня учится рисовать, очень удобно, не надо цветные карандаши, фломастеры, ну, пока не надо, пока она учится. Вода высыхает где-то за 10-15 минут, и коврик снова чистый. Есть, конечно, один минус, она его грызет. Я не знаю, надолго ли хватит нам фломастера этого, но буду потом искать в интернете, заказывать новый. Сейчас, пока ребенок спит, я попила чай практически, уже допила. Сейчас буду лазить в интернете, пойду в комнату, буду лазить в интернете, чтобы найти себе ботинки или сапоги, непромокаемые, как раз вот на такую погоду. У меня все зимние, это дутыши, они быстро промокают, хоть и теплые, но не спасают в погоду, когда плюс 5 и очень много снега. С ребенком, потому что мы бегаем, лазим везде. Кстати, нужно ботиночки с ребенка на батарейку поставить, чтобы они подсохли за часик, перед тем, как гулять пойдем. У нас у Таюшки 3 пары, валеночки ручной работы с Алтая, привезены прям очень красиво, я потом как-нибудь покажу их. Еще я купила ботиночки Эль Темпо на Авито у девушки новые, и тоже Демар у нас на Овчине, тоже я все купила на Авито, потому что новую обувь покупать у меня, к сожалению, финансов не хватает. И я обычно, когда Тая вечером засыпает или днем, вот так, как сейчас, когда она спит, я лажу по всему интернету в поисках одежды, обуви. Почти всю нашу одежду я заказывала на сайте Картерс в Америке. У меня там живет подружка, и она нам привозит вещи. То есть я все заказываю, когда бесплатные доставки, и только на распродажах. И мне очень нравится, у нас уже с самого рождения эта одежда. Верхнюю одежду я заказывала комбинезон фирмы Next. Сейчас еще у девочки купила второй комбинезон, раздельный костюм Чика. Она в Калининграде живет. Он бэушный, но как бы я просто знаю, что у нас уже был Чика, когда Таюшка маленькая была, красный, слитный. Он тонкий, натерморен, очень теплый. Мы с ней гуляли в минус 15. И она лежачая как бы была, потому что она еще не умела ни ходить, ни сидеть. И месяца 3-4 было. Она всегда была теплая. Я решила заказать бэушный такой же. Купила я его у нее за 3 500. Новый, конечно, около 10 стоит. Я такой себе не потяну. А который я заказывала на американском сайте Carters. К сожалению, подруга из-за того, что получает гражданство, и она должна ждать приглашения на собеседование, не смогла прилететь в августе, привезти всю нашу осенне-зимнюю одежду, которую я заказывала ей еще на прошлой распродаже. Даже в ноябре, в Черную Пятницу. Так что мы пролетели в этот раз. И поэтому все, что нам нужно, я, конечно, ищу теперь в России, на Авито, у людей. Бывают новые вещи заказываю. Мама у нас вяжет шапочки. Таечки, которые вы на видео видели. Это все связано и мамой нашей. Ну, опять скоро будет черная распродажа. Я сейчас уже подружек насобирала. Мы, наверное, напрямую закажем доставку, чтобы я больше подругу так не просила, чтобы мы так больше не пролетали. Я теперь даже не знаю, что с этими вещами будем делать. Там как раз раздельный зимний комбинезон тоже красивый был. И свитера, и джинсы. Все зимнее было заказано. Так что вот в ноябре, по-моему, 26-го, или когда там будет последняя пятница, ноября будет распродажа опять. Мы с подружками решили скинуться и разделить доставку. И закажем себе картрес снова. Картрес и ош-кош. Если вам будет интересно, я потом, когда заказы сделаю, получу, я сделаю обзор на нашу одежду. Обзор на то, что у нас было, я сделаю чуть попозже. То, что Таечка носит у нас с рождения. Скажу так, что я в полном восторге от картрес. Трикотаж просто неубиваемый. Никаких катышек от стирки к стирке. Цвета не линяют. Я в восторге. Ну, вот и все на сегодня. Кому понравилось наше видео, то подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментарии пишите. Будем больше снимать. Да, Таюш? Всем счастливо оставаться. Пока-пока.